На 88-м году из жизни ушел украинский академик-философ Мирослав Попович. Свою деятельность посвятил становлению украинского общества и украинской ментальности. Он лауреат Шевченковской премии, удостоен ордена князя Ярослава Мудрого. Конец 13-го, начало 14-го года. Бог знает, что происходит. И вот в его кабинете появляются украинские президенты. Первый, второй, третий. Начинаются разговоры, и Мирослав Владимирович вроде как не принимает в нем особого участия. Но какой же удивительно точной была его роль посредника. С уважением и скорбью своего друга вспоминает искусствовед Вадим Скуратовский. Говорит, такие, как он, встречаются редко. Жалеет, что из-за своей скромности Попович так и не вышел в первые ряды политической арены. Ведь путь Украины чувствовал очень тонко и мог найти общий язык практически с каждым. По сути, у него не было врагов. Причем речь идет обо всех уровнях общества. И теперь этого светлого человека среди нас нет. И единственное, что мы можем сделать в его память, это беречь ее. Смерть Мирослава Поповича стала потрясением для украинцев. Президент Петр Порошенко в фейсбуке написал, страна утратила великого мыслителя и одного из бесспорных моральных авторитетов, который показывал пример правды и свободы. Только с новым взглядом на участие широких масс в управлении, с новым взглядом на то, что такое быть гражданином этого государства, и с новым взглядом на то, как должны быть распределены властные прерогативы, можно рассчитывать на прорыв в сфере экономики, который пережили наши соседи – Польша, Венгрия и другие, которые раньше нас сумели взять на вооружение все достижения мировой экономической мысли. За 88 лет жизни Мирослав Попович написал более сотни научных работ. Награжден золотой медалью имени Вернадского Академии наук Украины. Удостоен звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и почетного профессора национального университета Киево-Могилянская Академия. Он заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и истории украинской культуры. Шевченко пытался понять, для кого он пишет, что он скажет людям, какими будут последствия сказанного. Казалось бы, один казак на черном вороном коне. Но что значил казак для украинского крестьянина, которым был Шевченко? Через казацкую волю, благородство, через то, что он должен был отвоевать свободу, воспринималась вся историческая судьба Украины. Мирослав Попович был одним из инициаторов создания группы 1 декабря. Это объединение философов, историков, правозащитников приняло декларацию с базовыми принципами для объединения украинского народа, а также хартию свободного человека, в которой содержится призыв к украинцам быть свободными людьми, успешным народом и государством.